В крае продолжаются пасхальные торжества. Так в поселке Рыздвяном прошел детский благотворительный праздник. Его главными участниками стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, воскресных школ, а также ребята из многодетных семей края. И никто не остался без подарка. С подробностями Анастасия Зубрицкая. Праздничный день начался в храме Рождества Христова. Провести божественную литургию для детей приехал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Здесь, в поселке Рыздвяном, собрались 500 юных жителей края. Воспитанники детских домов, школ-интернатов, воскресных школ и дети из многодетных семей. Такой масштабный пасхальный праздник вот уже 17-й год подряд для них устраивают работники общества «Газпром Трансгаз Ставрополь». На службе Ваня уже не в первый раз, но за всеми действиями наблюдает очень внимательно. Говорит, в будущем хочет служить в церкви. Хочется батюшке помогать. А почему тебе так захотелось? Потому что ты вот сюда приезжала, вот сюда тоже? Нет, потому что в храме хорошо, красиво. Из храма ребята отправились во Дворец культуры и спорта газовиков. Здесь их ждали праздничный стол и большой концерт. На сцене с песнями и танцами перед детьми выступили и хровесники, артисты и творческие коллективы дворца. О том, почему Пасха – самый светлый праздник, теперь может рассказать каждый. Очень рад тому, что встречаемся в Рыздвяном центре «Газпром Трансгаз Ставрополь», в котором уже в 17-й раз 2000-го года проводится это замечательное пасхальное мероприятие. И, конечно, замечательно то, что это пасхальное мероприятие проводится для детей. Это ли не самое радостное в нашей жизни? Потому что мы должны заботиться о нашем будущем, а будущее – это дети. И вот сейчас это мероприятие. И до сегодняшнего мероприятия было ряд событий, которые, я считаю, пошли на пользу подрастающему поколению. Наши сотрудники проводили встречи с детскими домами, детишками детских домов Тищенки, Подлужного, Солнечнодольска, Светлограда, Краевого центра «Газпром Трансгаза Ставрополя», где дарили подарки, где дарили игрушки, одежду, спортивный инвентарь. Такие праздники общество «Газпром Трансгаз Ставрополь» устраивает регулярно – на Рождество и Пасху. С 2000 года в них приняли участие свыше 15 тысяч детей. Уделяют внимание младшему поколению газовики и в рабочие будни. Они помогают детским социальным учреждениям в 10 регионах Юга России – в зоне производственной деятельности предприятия. Совсем недавно большую помощь газовики оказали детскому дому «Солнышко» в Солнечнодольске, куда в этом году поступили 6 грудных детей. Мы, честно, не были готовы. И к такому количеству малышей мы тоже не были готовы. Буквально в течение, на следующий день уже все было привезено. И кроватки, и памперсы, и питание, и все присыпки. Все-все-все было привезено. Без внимания в этот день не остался ни один участник праздника. После концерта всем ребятам вручили подарки – книги, конфеты и канцелярские наборы. «Мне понравилось все. Очень красиво. Праздник Пасхи. Очень было красиво. Все хорошо выступали. Все хорошо было. Мне очень понравился праздник, потому что он святой». Анастасия Зубрицкая, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.